Уроки по изучению Библии В главе первого послания Иоанна наша беседа называется «Общение с Отцом». В пяти главах первого послания Иоанна представлены некоторые из основных учений христианской веры. Иоанн возвращается к этим учениям вновь и вновь, как бы повторяя музыкальный рефрен при сочинении симфонии. Иоанн пишет симфонию с целью укрепления христиан, к которым он обращается. Он говорит об истинности учений, которые они приняли, предупреждая о лжеучителях. Апостол также заверяет их в реальности их спасения и призывает жить праведно. И при этом он выделяет некоторые великие истины христианской религии. Внимательно изучая это послание главу за главой, мы увидим эти великие истины. Для каждой беседы мы выберем тему, которой посвящена глава. Мы посмотрим, что Иоанн говорит по этой теме, не только в рассматриваемой главе, но и на протяжении всей книги. В первой главе мы читаем о христианском общении с Отцом. Иоанн пишет, «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Так написано в третьем стихе. Наша цель — исследовать, во-первых, необходимость такого общения, во-вторых, средство достижения и поддержания этого общения, и, в-третьих, то, чем вознаграждается общение с Богом. Общение — это перевод греческого слова койнуния, означающего причащение, сопричастность или общий удел. Давайте подумаем о необходимости общения с Богом, задав такой вопрос, почему нужно желать общения с Отцом. Ответ лежит в природе Бога, которому мы поклоняемся. Люди в самых разных сообществах всегда поклонялись какому-либо Богу или Богам. Их отношения со своим Богом или Богами всегда зависели от того, как они представляли себе этих Богов. Некоторые делают Богами элементы природы. Боги у них — это солнце, дождь, реки. Они чувствуют, что обязаны приносить жертвы таким Богам, чтобы они благословили их. Некоторые верят в Богов-духов, которые обитают в земных вещах и предметах. Они думают, что в каждом дереве и в каждом кусте живет Дух, которого человек должен стараться не обидеть. Поскольку эти Духи большей частью злобные, а не доброжелательные, то верующие в них должны постоянно заботиться об их умиротворении. Древние греки и римляне верили во внеземных Богов, взирающих с небес и иногда принимающих участие в делах людей. Эти боги были капризными, иногда они, как считалось, помогали людям, а иногда вредили. Люди то стремились завоевать их расположение или избежать их гнева, то пытались торговаться с ними, а то даже обмануть. Индусы верят в сотни или тысячи богов, но в конечном итоге в одно всеохватывающее существо. Цель индуса — слиться с Богом, который составляет все, и таким образом стать его частью, утратив черты отдельной личности. Некоторым образом и наши отношения с Господом Богом, Богом Библии, основаны на том, что Он собой представляет. Он всесильный, всеведущий, вездесущий, всесвятой и абсолютно справедливый. Он также личностный, любящий, благодатный и милостивый. Когда люди знают, что собой представляет Бог, они не будут, во всяком случае, не должны умиротворять Его или избегать Его гнева. Правильно — не торговаться с Богом, а приближаться к Нему. Идолопоклонникам Афинянам Павел сказал, что этот Бог сотворил все и поместил людей на землю, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Деяния, 17 глава, 27 и 28 стихи. Кто знает Господа Бога, тот ищет Его. Действительно, знание того, что собой представляет Бог, может и должно вызвать потребность в Нем, желание быть с Ним, жажду находиться в Его присутствии. Такое желание выразил псалмопевец в следующих строках. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» Псалом 42, 1 и 2 стихи. В некоторых наших гимнах мы выражаем такое желание быть ближе к Богу. Мы поем «Ближе, Господь, к Тебе! Ближе к Тебе! Хотя б крестом пришлось подняться мне! Нужно одно лишь мне! Ближе, Господь, к Тебе! Ближе, Господь, к Тебе! Ближе к Тебе!» Возможно, мы сможем лучше понять свою потребность в Боге и почему мы должны стремиться к общению с Ним с помощью иллюстрации. Представьте, что вы – больной, маленький сирота в деревне, а вас некому позаботиться, вы питаетесь тем, что другие выбрасывают, и спите там, где только сможете найти укрытие. Вы – изгой, презираемый всеми. И теперь представьте, что глава племени – самый выдающийся человек среди всех, он физически силен, красив, невероятно богат, мудр и добр, и все это вы знаете, но вам от этого никакой пользы, потому что вы никто, у вас нет доступа к такому замечательному и хорошему человеку. И вот однажды этот главный человек идет по вашей деревне, вдруг замечает вас и подзывает к себе. Вы, дрожа, приближаетесь к нему, он расспрашивает вас о вашей ситуации, другие объясняют, что вы сирота, больны, и, вероятно, скоро умрете, никчемное, жалкое существо. Но он берет вас на руки, прижимает к себе, ведет домой, лечит, помогает поправиться, усыновляет и делится с вами своим достатком. Чтобы вы почувствовали, каково это – быть ничтожным и вдруг оказаться соединенным с тем, у кого все есть, кто важнее всего, кто обнимает вас, любит, исцеляет, заботится о вас. Если бы вы были тем сиротой, разве не захотели бы вы соединиться с таким человеком? Эта история очень похожа на нашу ситуацию. Мы все, как тот сирота, грешники без надежды на спасение, беспомощные, смертельно больные грехом, когда некому позаботиться о нас, ничего не стоящее и бесполезное. Однако Бог может заключить нас в свои объятия, утешить и принять в свою семью, любить нас, благословлять и щедро делиться тем, чем Он владеет. А владеет Он всем. Что важнее, мы можем общаться с тем, кто знает все в совершенстве и все равно любит нас, кто обещает всегда быть с нами и заботиться о нас. Как же нам не хотеть больше всего на свете быть ближе к Богу? Как можно пренебрегать возможностью общения с Отцом? Наш Бог велик, и Он любит нас. Мы не съеживаемся перед Ним и не прячемся от Него, а, напротив, стремимся быть с Ним теперь и навсегда. Возможно ли найти того, кого мы ищем, и иметь с Ним личные отношения? Иоанн решительно утверждает, что да, возможно. Он не только начинает свое первое послание словами о том, что мы можем иметь общение с Отцом, 1 глава, 3 стих, но и акцентирует это общение на протяжении всего своего письма. Он говорит, что есть несколько путей иметь тесные взаимоотношения с Богом. Иногда о наших отношениях с Отцом Он говорит, как о познании Его. Например, Иоанн пишет, «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». 1 послание Иоанна, 2 глава, 3 стих. Иногда это когда мы в Боге, 1 Иоанна, 2 глава, 5 стих, и 5 глава, 20 стих, или тогда, когда Он в нас. 1 Иоанна, 4, 4. Иногда у христианах говорится, что они от Бога. 1 Иоанна, 4 глава, 6 стих, и 5 глава, 19 стих. В современном переводе это передано так. «Мы принадлежим Богу», что «мы рождены от Бога», написано так в 1 Иоанна, 4, 7, 5, 1 и 4, 18. «Мы зовемся детьми Божьими», говорится в этом послании в 3 главе, в 1, 2 и 10 стихах. Иоанн даже говорит, что «каков Он, таковы и мы в этом мире». 1 Иоанна, 4, 17. Однако чаще всего для описания наших отношений с Богом Иоанн употребляет слово «прибывать». На протяжении всего послания он подчеркивает, что мы имеем общение с Богом, если пребываем в Нем, а Он пребывает в нас. Вот один из примеров. Это 2 глава, 24 стих. «И так, что вы слышали от начала, то да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце». О нашем пребывании в Боге или о Божьем пребывании в нас апостол также учит в других местах этого послания. 2 глава, 6, 27, 28 стих. 3 глава, 6, 24 стихи. 4 глава, 12, 13, 15 и 16 стихи. Помимо того, что мы пребываем в Боге, а Бог пребывает в нас, Иоанн говорит, что христианин пребывает во свете. 2 глава, 10 стих. И что семя его пребывает в Нем. 3 глава, стих 9. С другой стороны, если христианин не любит своих братьев, то он пребывает в смерти. 3 глава, 14 стих. Если же он ненавидит брата своего, то не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 3 глава, 15 стих. А кто не помогает своему брату, в том не пребывает Божья любовь. 3 глава, стих 17. Из всех этих отрывков мы узнаем, что возможно иметь общение с Отцом, когда мы пребываем или остаемся в Боге, или когда Бог пребывает или остается в нас. Многое в жизни неопределенно, но в этом мы можем быть уверены. Мы можем иметь общение с Богом. Наверное, нужно еще больше сказать об этом. Как мы думаем о Боге? Бог царь, и мы должны повиноваться Ему. Но наши отношения с Богом предполагают нечто большее. О наших отношениях с Богом можно думать как о своего рода экономическом соглашении. Бог, так сказать, нам что-то дает. Спасение, вечную жизнь. В обмен на то, что мы даем Ему свою верность, свое послушание. Но и это не вполне характеризует наше отношение с Богом. Покуда мы не начнем видеть возможность иметь общение, тесные личные отношения, близкое родство, непрерывную связь и благотворную дружбу с Отцом, наши взаимоотношения с Богом никогда не будут приносить такое удовлетворение, как могли бы. Но как можно обрести и затем поддерживать отношения с нашим Отцом? Как мы изначально приходим к общению с Отцом? Ответ на этот вопрос подразумевается в первых нескольких стихах первой главы. Эти стихи часто называют прологом к первому посланию Иоанна, так как они перекликаются с прологом Евангелия от Иоанна, первые 14 стихов первой главы Евангелия от Иоанна. Итак, первые несколько стихов первой главы первого послания Иоанна звучат так. Иоанн далее говорит о том, что мы слышали, видели, рассматривали и осязали, то логично сказать, что он говорит об Иисусе. Зачем, имея в виду Иисуса Христа, ему было употреблять средний род вместо мужского? Некоторые комментаторы считают, что Иоанн говорит о вести об Иисусе Христе, а не о нем самом. Другие объясняют, что Иоанн говорит о Христе не только как о личности, но еще как и о слове. Однако первые читатели, наверное, без труда понимали, что речь идет о Божьем Сыне Иисусе Христе. В этих первых четырех стихах Иоанн заявляет одну из тем послания, а именно, что Иисус Христос действительно явился во плоти. Это отрицали лжеучителя, докучавшие читателям Иоанна. Об этом можно узнать, прочитав из второй главы стихи с 18 по 23, а также первые три стиха 4 главы. Иоанн подчеркивает реальность человеческой природы Иисуса, говоря, по сути, что Он и другие апостолы слышали Его своими ушами, видели своими глазами и осязали своими руками. Иисус Христос был реальным человеком в реальном физическом теле. Через этого самого Иисуса Христа мы имеем общение с Отцом, потому что через Него мы получили спасение. Иоанн говорит, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, 4 глава, 9 стих, в умилостивление за грехи наши, 10 стих. Он также пишет, что Бог послал Сына Спасителем мира, 4 глава, стих 14. Как мы обретаем это спасение, которое добыл Иисус? Через веру во Христа. Мы читаем всякий верующий, что Иисус Христос от Бога рожден. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. 1 Иоанна, 4, 15. Итак, общение с Отцом и Его Сыном по Божьей благодати достигнуто. Как же Его теперь поддерживать? Как христианам не утратить Его? Этой теме посвящена остальная часть 1 главы. Мы читаем стихи с 5 и дальше. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. В этих стихах мы видим, что и любовь друг к другу, и повиновение Богу, и пребывание в истине – все это необходимо, чтобы постоянно пребывать в общении с Богом. Однако условие, как оставаться в общении с Богом, указанное в этом отрывке, первое послание Иоанна, первая глава с пятого по десятый стихи, такое – мы должны ходить во свете, подобно как Он во свете, 1 Иоанна 1.7. Что это значит, ходить во свете? Это значит, изо всех сил стараться жить праведно, подражать Богу и стремиться исполнять Божью волю, повинуясь Его слову, которая есть светильник ноге моей – Псалом 118, стих 105. Очевидно, некоторые считали, что могут жить во грехе, ходить во тьме, и при этом все равно иметь общение с Богом – 1 Иоанна 1.6. Иоанн говорит, что такое невозможно, так как Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы – 5 стих. Разве может человек ходить, жить и иметь тесное общение со всесвятым Богом, открыто живя во грехе? Письмо Иоанна очень четко отвечает «нет» на этот вопрос. Некоторым нужен этот урок. Они не почитают Божьи законы, а следуют советам сатаны и ведут греховную и беспутную жизнь. И при этом, когда они попадают в беду или нуждаются в помощи, то взывают к Богу и просят Его посодействовать. Почему они надеются, что Бог света, Бог, который во свете, ответит на их молитвы, когда они решили жить во тьме? В то же время нам нужно понимать, что ходить во свете не означает, что мы, христиане, живем не греша. Мы все грешим и до того, как стать христианами, и после того, как мы уже ими стали. Иоанн пишет, что если мы говорим, что не имеем греха, или что мы не согрешили, то мы обманываемся. В таком случае истины нет в нас. Мы представляем его лживым, и слова его нет в нас. Он пишет об этом в первой главе, в восьмом и десятом стихах. Но если мы согрешим, то должны налаживать общение с Богом, исповедуя свой грех. И тогда Бог непременно простит нас. Так говорится в девятом стихе. «Общение с Отцом мы достигаем через Христа, уверовав в Него, а сохраняем общение со Христом, живя в свете. Мы стараемся жить так, как повелевает Бог, и исповедуем свои грехи, когда у нас это не получается. Это общение поддерживается не нашим благочестием, а Христом, чья кровь постоянно очищает нас от всякого греха, как Иоанн пишет здесь в седьмом стихе. Глаголы «ходим», «имеем» и «очищает» в седьмом стихе употреблены в настоящем времени, что говорит о продолжающемся действии. То есть, если же мы все время ходим во свете, то вот тогда мы все время имеем общение, и кровь Иисуса все время очищает нас. Чем же вознаграждается общение с Богом? Что мы получим, если достигнем этого общения и сохраним его? Мы уже отмечали, что когда мы общаемся с Богом, ходя во свете, то имеем постоянное очищение от грехов. Иоанн учит, что если мы будем поддерживать общение с Отцом, то будем уверены в себе, когда вернется Христос. 1 Иоанна, 2 глава, 28 стих. Кроме того, далее в послании апостол заверяет нас, что когда мы просим чего по воле Его, Он слушает нас. 5 глава, 14 стих. Бог, наш любящий Отец, слышит просьбы Своих детей. Плюс ко всему мы обнаруживаем еще одно благословение общения с Богом. Обратите внимание на 7 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Ходя во свете, мы не только имеем общение с Богом и не только получаем прощение грехов, но также, ходя во свете, мы имеем общение друг с другом. Имея общение с Богом, мы имеем общение с другими учениками. Этот факт говорит о том, что тесное общение с Богом не задумывалось как личное дело человека, как общение, так сказать, один на один, когда больше никто не нужен. Как можно обрисовать такие отношения, в которых мы тесно связаны с одним человеком, но готовы принять в это общение всех, кто захочет присоединиться к нам? В качестве примера можно привести большую семью, в которой отец и мать любят всех детей, а дети любят друг друга. В такой семье каждый ребенок чувствует, что его любят и находятся в близких отношениях со своими родителями, а также с братьями и сестрами. Тесные личные взаимоотношения между отцом и ребенком не портят отношения между братьями и сестрами, а наоборот только улучшают их. Такова и Церковь, Божья семья. Каждый ее член имеет тесные личные взаимоотношения с Богом, и при этом каждый член также чувствует близость со своими братьями и сестрами в Божьей семье. В этой семье нет места ревности, нет переживаний, что кого-то Бог любит больше. Все дети любят Бога и соединены с Ним, а поэтому любят друг друга и соединены со всеми другими членами. Это драгоценное духовное общение, какое мы имеем в Церкви, награда за общение с Отцом. Есть ли награды за общение с Отцом? Да, но самая большая награда – это само общение. Для нас, христиан, надеждой и славой, сейчас и навечно, должно быть общение и тесная связь с нашим Отцом. Так давайте жить и ходить с Ним каждый день. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки. Продолжение следует...